В этом году медучреждения региона смогут закупать необходимое оборудование на сумму до миллиона рублей. Средства будут выделены из фонда обязательного медицинского страхования. Предложение включено в перечень изменений территориальной программы госгарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Волгоградской области на 2022-2024 годы. Законопроект рассмотрели на заседании Комитета регионального парламента по охране здоровья. Таким образом, лимит средств, которые медицинские учреждения за счет территориальной программы смогут потратить на закупку необходимого оборудования для диагностики, лечения, лабораторных и инструментальных исследований, увеличивается в 10 раз со 100 тысяч до миллиона рублей. Также предусматривается возможность ежемесячного авансирования медицинских организаций в размере, превышающем 1,12 от запланированного годового объема. Это прежде всего расширение возможностей главных врачей медицинских учреждений делать закупки медицинского оборудования за счет средств обязательного медицинского страхования. Оборудование медицинское весьма дорого, и поэтому возможности у крепко стоящих на ногах медицинских учреждений расширить свои диагностические и лечебные возможности увеличиваются. Законопроект также предлагает дополнить перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов новым препаратом и тремя лекарственными формами для лечения COVID-19. Новые препараты появляются на рынке. Крайне важно, что как только препарат появляется, он вносится в перечень препаратов, которыми обеспечивается наше население бесплатно. Сегодня в том числе были приняты решения об обеспечении бесплатно новыми препаратами. Территориальная программа государственных гарантий меняется каждый год, и все изменения, которые мы принимаем, они, конечно, направлены прежде всего на обеспечение как можно большего количества людей бесплатной медицинской помощью. Региональные парламентарии также поддержали предложение о покупке за счет областного бюджета систем непрерывного мониторинга глюкозы для детей младше 4 лет с сахарным диабетом первого типа, а также для юных пациентов, которые не могут самостоятельно сообщить о симптомах пониженного или повышенного уровня глюкозы в крови. Для закупки этих систем ежегодно понадобится порядка 9 миллионов 200 тысяч рублей. Планируется, что финансирование будет проводиться в рамках территориальной программы. 29 детей нашего региона смогут за счет средств обязательного медицинского страхования получать бесплатно расходный материал. Ранее на эти цели семья должна была тратить около 10 тысяч. По итогам обсуждения профильный комитет рекомендовал Волгоградской областной думе проект закона о внесении изменений в территориальную программу принять в двух чтениях. На заседании также был рассмотрен и поддержан законопроект о профилактике незаконного потребления наркотических средств. Документ разработан в целях усиления мер борьбы с наркоманией и токсикоманией в регионе и определяет ключевые направления этой важной работы. Анна Корохова, Андрей Кирсанов. Время новостей. Анна Корохова, Андрей Кирсанов.